Мастафа, Мастафа, нам дару ли салфа за еду? Вход на арену был открыт еще с 16 часов. Гостей встречали чтением нашидов. Это самый массовый ифтар в Дагестане за последние три года. В Каспийск съехали с около 20 тысяч верующих. Мы буквально недели две назад думали провести мероприятие для города, подарить для горожан праздник некий такой, ифтар единства. Пока мы об этом думали, обсуждали и готовились к этому, мы думали, потолок, ну, 5-6 тысяч человек придут. И к этому была подготовка уже у нас готова. Буквально за два дня до этого ифтара уже как руководство об этом мы доложили, что хотим провести такое мероприятие в Театр Республики. Прошла идея превратить это в республиканскую масштаб. За одним большим столом жители города и гости из разных уголков республики и страны. Взрослые, женщины и дети. Коллективный ифтар объединил людей самых разных сфер и слоев общества. Своим присутствием мероприятие почтил муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди. Также на ифтар приехал и глава республики Сергей Меликов. Несомненно, ифтары объединяют мусульман. Но в последние годы мы были лишены совместного разговаривания из-за случившейся в мире пандемии. Вот за что мы должны благодарить Всевышнего. За точно сейчас Аллах нам дал собираться заново вместе. Поэтому для нас особенно дорога и цена эта возможность сегодня быть вместе, видеть друг друга, поздравлять воочию. Дай Аллах, чтобы посредством этого Рамазана каждый из нас очистился от грехов, стал крепче духом и обрел нравственное здоровье. Всевышний оберегает нас сегодня. Но тем не менее, действительно, многие наши с вами земляки находятся на переднем крае борьбы с чумой 20 века. А сейчас мы понимаем, что эта чума перешла и в век 21. Пользуясь случаем, я хочу еще раз выразить слова соболезнований и сочувствия всем родным, близким, тех ребят, кто ушел из жизни, но кто своей смертью, своим подвигом защищает нас. Давайте будем молиться и желать благополучия всем, кто сегодня продолжает их жизнь на земле. Атмосфера братства и единения, добра и благодати. Гостей ждала насыщенная программа. Театрализованные постановки и нашида от известных исполнителей чердовались с выступлениями религиозных деятелей. Это же причины для общения. Представляете, глава республики приходит. И здесь сегодня я тоже самое увидел. Глава республики. Приходят различные чиновники, простые люди, рабочие, средний класс, чиновники и так далее. И все вместе общаются, разговаривают и кушают одну пищу. Это тоже объединяет, это очень сплачивает население. Очень интересные есть моменты, которые я для себя записал, посмотрел. Будем пробовать интегрировать тоже в наш республиканский эфтар. Основное угощение на эфтаре – узбекский плов. На столах также фрукты, салаты и напитки. За порядок и безопасность здесь отвечали около 4 тысяч волонтеров. Фонд Инсан уже 10 лет организовывает шатри Рамадана по всей республике. Ежедневно горячей едой на сухур и эфтар обеспечивается порядка 150 тысяч верующих. Финансирование сегодняшнего всего мероприятия взял на себя один человек. Но без физического участия, без всей такой общей мобилизации организовать такое невозможно. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие сегодня в организации этого мероприятия. Большое количество волонтеров, добровольцев, студентов, тех людей, которые организуют безопасность. Без всего этого как бы невозможно. Хочу поблагодарить руководство стадиона «Лжи-Арина», которое сегодня предоставило возможность организации этого мероприятия. Более того, они помимо того помещения, которое предоставили, все близлежащие аттракционы, все предоставили бесплатно. До конца рамадана остаются считанные дни. Говоря о священном месяце, присутствующие сравнивали его с гостем, который не хочется отпускать. Да, да, да. А вы давно узнали о мероприятии? Узнали только вчера. Да. Это нам очень понравилось. У меня столько эмоций. Машаллах. Али, кто запомнил вас больше всего? Ой, больше всего. Али, мы столько много всего говорили нам. Самое главное – объединение. Вот что. Самое главное. Да, Аллах, нам всем здоровья, запомнить это все и жить. То, что нам говорят, чтобы мы следовали этому. С наступившим рамаданом уже давно он уже заканчивается. И дай Аллах, чтобы Всевышний принял наши посты, дуа намазы и дал тем всем обездоленным во всем мире, чтобы мусульмане друг другу помогали, поддерживали. Курбан Рагимов, Магомед Магомедов, Саид Меджидов, телеканал ННТ, Каспийский.